Игра Пашиняна. Зачем армянский премьер обвиняет Россию в предательстве? Как передает Баки Хабартове, новое выступление Пашиняна в Фейсбуке у многих вызвало недоумение. По данным армянских семей Пашинян, 11 января, точнее накануне поездки в Москву, Николь Воваевич практически открыто обвинил Россию в заговоре против Армении из-за кулисных игр на стороне прямых противников Еревана. По данным армянских изданий, об этом Пашинян написал на своей странице в Фейсбуке. Такое отношение главы государства, представителя армянской общины характеризовали состоянием душевного здоровья и вообще психическим состоянием Пашиняна. И с тем и с другим у него все в порядке. Игра Николя Воваевича четко выверена и просчитана настолько, насколько это позволяет сделать уровень его советников и аналитиков. Попробуем объяснить, опираясь на факты. С момента прихода к власти в результате Бархатной революции основная цель Пашиняна была не в подготовке к войне и не в улучшении благосостояния граждан. Основная цель – это окончательный отрыв армян от России, расколь внутри самого армянского общества, уничтожение института церкви и как основу армянства, опираясь в своей работе как на существенные ошибки предыдущих властей, так и на демагогию и прямые манипуляции общественным мнением. Пашинян за два с половиной года смог создать из себя образ миссии для армянства и своего парня для каждого отдельного армянина. Играя этими личинами, а также наведя кое-какой порядок в низной коррупции, Николь Воваевич спрятал дерево в лесу. Внедряя, он сумел отвлечь общество от действительно первостепенных задач, так как подготовка к неумимой войне, дав ему красную тряпку борьбы со старыми и внедряя в мысль каждого армянина, что во всем виновата имперская политика России. В своих горячих выступлениях все беды Армении он связывал именно с политикой Путина и его друзей. Точнее говоря, имперским амбициям России господин Пашинян решил противопоставить проверенную временем историю, повести Армению по пути к Грузии, запустив в общественное сознание мысль, что прозападная Армения будет счастлива и спокойна под защитой натовской зонтика. Но у Армении и Грузии принципиально разное геополитическое положение и уйти под зонтик НАТО можно только в одном случае, разгромно проиграв войну с Азербайджаном, полностью вернув Карабах и самое главное карабахцев. На фоне всего этого обвинить Россию в отсутствии реальной помощи и в нарушении союзнических договоренностей, после всего этого потребовать вывода 102-й базы из Гюмри и обратиться за помощью в НАТО. План, хотя идиотский, но был хорош. Вернее, для этого не хватило нескольких составляющих. Но все изначально пошло не по тому плану Пашиняну. Фронт, конечно, рухнул на колоссальное преумышество азербайджанской стороны на направлении главного удара. Практически через три недели после начала войны азербайджанская сторона практически исчерпала наступительный потенциал армянской стороны. А когда Алиев с прямым текстом сообщил, что будет обращаться за военной помощью к Турции, а вдали Азербайджан смог вернуть неприступную крепость Карабаха-Шушу, Россия все-таки успела в последний момент. Тем не менее, армянский премьер обвиняет Россию в предательстве. Но нельзя забывать, что перед Пашиняном два с половиной года назад была поставлена задача отрыва от России, мнимое вхождение в западный мир, условный зонтик НАТО. Интересно, что же гарантирует Пашиняну НАТО? Защита НАТО гарантирует мир маленькой Армении, а вхождение в западные институты и сокращение армии, плюс ее реформа, после которой она станет 15-ти тысячным корпусом без обязательного призыва, даст и кое-какие экономические преференции. В такой конфигурации Армения нужна лишь для одного. После ухода России Армения становится плацдармом для возможного удара НАТО по Ирану. Армения для этого идеальный плацдарм. Удары с территории Азербайджана чреваты непоправимыми последствиями. А вот беззащитная Армения, над которой будет висеть уже НАТО, и она будет вынуждена делать все, что ей скажет НАТО. Не забывайте подписаться на наш канал и ставить лайки.